Какая-то общая обработка для Митры. Здесь ключевая, как вы думаете? Моли. В карьере каждого так или иначе возникает вопрос, после определенного роста, где искать своих потенциальных клиентов? Ответ на самом деле максимально простой. Искать их там, где могут находиться ваши как раз таки клиенты. Форумы, площадки, мероприятия, онлайн различные пространства, джемы и так далее. Этот вопрос очень популярный, я это знаю на примере моего обучения. Ребята задаются этим вопросом, но у меня заложена уже база, где и как искать. А здесь я хочу показать один из форумов, который я посетил как спикер в прошлом году. Это мероприятие появилось относительно недавно. Основатель Денис, классный открытый парень. И он дал возможность, скажем так, площадку, где собираются как раз множество талантливых ребят, которые занимаются контентом, продюсированием, блогеры, режиссеры, видеомейкеры. И куча-куча различных производителей, как раз таки для нас полезных всяких штук. Ну, преимущественно, конечно же, это для ребят, кто занимается видео, да, там всякие гаджеты, стойки там и так далее. Вот, но тем не менее, даже мы, саунд-дизайнеры, звукорежиссеры, также там присутствовали, знакомились, общались. И это было очень полезно, продуктивно. Также, кстати, на это мероприятие пришли мои ученики, которые захотели лично со мной познакомиться. Мы отлично провели время, сходили покушать, прообщались с множеством талантливых ребят, а в конце еще и была отдельная вечеринка для спикеров. В общем, предлагаю посмотреть видео атмосферы, как это было. В конце я выступал как спикер, небольшая нарезочка будет. А в следующем видео, ребятки, я покажу видео конкретно для этого мероприятия, которое я снимал и для которого делал звук. Но я не уложился в время, которое мне отвели, поэтому я покажу на своем канале, как звук и саунд-дизайн может влиять по-разному на один и тот же проект. Поэтому подпишись обязательно, если тебе интересна тема звука, продакшена и будем прокачиваться вместе. Друзья, мы на ВидМК идем в отель Каринтию, чтобы встретиться с крутейшими контент-мейкерами. Здесь, вон там на экранчике, продакшен, режиссер. Сейчас с Денисом. Да, да, да. Киров, продакшен, режиссер, режиссер, режиссер и так далее. Точка, разрешение и так далее. В принципе, все. Вот это остальные, да? Все, это именно на этом этаже. Да, а еще вот там, сюда спец. Да, сутки. Ребятки, важная новость. Для всех, кто хочет именно развиваться в звуковой индустрии и кто хочет найти полезное комьюнити, я его относительно недавно сделал. Поэтому, если интересно прокачиваться, поделиться своей музыкой, поделиться своим проектом, работой, найти друзей, найти даже вакансии. Пока у нас комьюнити только формируется, но залетай в Телеграм, там уже отдельные интересные темы есть. Мы сами, ребята, подписчики, сами мои ученики и в прошлом, ребята, кто за мной следят, сами формируют эти темы, сами делятся своим опытом и общаются. Поддержи, вступай и давай развивать вместе эту индустрию. От этого растет скилл ребят и, соответственно, и профессионализм в области звука в нашей необъятной стране. Несколько лет, мы начинаем с 2021 года, прям совсем уже целенаправленно. Я работаю, по большей части, с авторскими проектами. Выделить какую-то разницу между звукорежиссурой и самодизайнером. Режиссур в России это люди с таким более инженерным образованием. Люди, которые там умеют настраивать, коммутировать и все остальное самодизайнер. Ну, в этом смысле, те, кто имеет, ну, помимо вот этой всей отстройки, обычные, там, стандартные записи с микрофонов, меняют еще какие-то необычные техники. Какими кинозаписи, необычные техники обработки, необычные техники сведения. То есть это такой немного расширенный функционал. Если мы говорим о кинематографе, о большом и целом, то саунд-дизайнером фильма, если вы не досмотрите титул и прочее-прочее в каких-нибудь американских фильмах, то саунд-дизайнером, фирмы саунд-дизайнером, обычно выступает человек, который у нас в России называется звукорежиссером кино или супербайзером кино. То есть это вот тот. Антон. Врение – это плохо. Врение – это дизайнер. Здорово, господи, как прямо тебя везет. Внимашки. Здорово. Здорово. Прошу. А вот эта штука – это что? Эта штука – это коврик. А вот эта штука – это коврик. А вот эту штуку… В конце концов я помню ссылку и вам ошибки делать category. Конечно. Все. Прекретное я имею ввиду проекту и раскрывают спрепион不ежащен в себе вот эти навыки, а потом уже понимают, что, что «а, «а-га, выговорились ли у меня лучше потому что есть ребят, которые фанаты своего дела, так как я. Многие ребята это понимали. И вот в таких проектах и рождаются какие-то новые плеточки и карьеры, с чем я сейчас в высказании участник. И с этими эмоциями дальше двигаюсь в паре. И, то есть, как я очень люблю, я целого фанера делаю. Я очень люблю, я очень люблю, я очень люблю. В общем, мероприятие просто крутейшее, офигенное. Почему? Потому что на таких форумах, на таких локациях собирается максимальная концентрация творческих, талантливых ребят. И почему стоит ходить на подобные мероприятия? Потому что это всегда новые контакты, новые связи, новые возможности. И в таких местах находятся и проекты, и клиенты, и друзья. Об этом я уже не раз говорил. И скажу еще раз, поэтому не упускайте шансы, приходите на подобные мероприятия, не жалейте денег. Действуйте, движуха, и тогда будете окей. Музыка. vanприятия Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok